Еще информация об игроке на банане, что немаловажно. Худжи. Ну, Мерц допускает ошибку, и Кирбай в практически безвыходной ситуации. 12% здоровья видит первого, видит второго. Это изи! Какая боль для Веги после такого. 12% здоровья. Заметь, второй раунд подряд, ну вот оставшийся один против двоих, Кирбай позиционно, ну, играет просто гениально. Не самая очевидная позиция на Делпене для снайпера. Отыгрывал, по большей части, он окно. И два минуса в его исполнении. Абсолютная паника. 2 в 5, 2 в 5, автоматика один против двоих. Есть инфа. Патроны, 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 как же? Не нужны патроны. Вот это залив. Просто с глока по голове Модис ездил. Знает, где последний. Чекает. А вот через искру простреливает. Забирает последнего бедолагу Юги, который начинал с плюса этот раунд для собственной команды. Казалось бы, сделал все, что нужно, но нет. Который минимизирует шансы на поражение своей команды в этом раунде. За бомбы еще придется сходить. Ну, Раш не будет отпускать эту ситуацию. Рассматривает эмку. Все весело. А вот сейчас не очень весело. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда же побежал сейчас раш за 5 секунд до конца? Более-более-более активно действует Снапи. Там два авика, но нет авика в окне, да и не нужно, говорит нам Стюи. Дерганный немножко спрей от Снапи. Тарик. Что-то АВП купил, а стрелять не купил. Дает шансик, но здесь подстраховка от Раши на дефолт стоит. По-прежнему никто его не чекал. Пытаются его выкуривать посредством. Молотова не достреливает. Подумал, что убил, но не тут-то было. Три в три раунда. Автиматик также не перестреливает. Уже Стюи здесь пятнашки хп. Так, ну и примерно равная ситуация по хп остается. Так, контроль под базой А и не захватили героики. Так, начекают скадудлы или нет. Опачки, растерялся, минус он. А вот Стюи неизвестный. Действительно, очень классная позиция у него. Ну, бомба закрытая. О-о-о-о. Заплыв никуда. Первый изи. Ноу ченс просто обошел через всю карту Стюи. И один в два выиграл этот раунд. Действительно, было очень сложно его ждать в таком тайминге из ям. Вот даже забрав, Фалин не понимает, где находится Вальде. Ну да, 13 секунд остается до конца раунда. Он дергает, слышит оппонента. А вот это ошибка. Вален. Да, да. И тот его обходит. Отмувил 5 секунд до конца раунда. Фалин до последнего. Держит под напряжением своего оппонента. Неужели он отманцует? Он отманцевал до конца. Какой танцор красавчик. Вальде. Просто невероятный раунд. Друзья, не скиллом, а силой танцев, движением. Вот этими ударами по кнопкам Вальдемар берет раунд. Вот знаешь, проблема основная. Это снайперская винтовка Коудзера. Да, он не мобилен. А все девайсы остались на базе Б, которыми можно было хоть как-то помешать оппоненту. Ну, как пошли выбивать Искай, это очень круто. Особенно против позиции Кирбая. Они не видят его. О-о-о! Как это было жестко! Они просто не видят его. Человек-невидимка Кирбай. Зачем проверять тюрьму? Не тут-то было ситуация 3 в 3. Борьба продолжается. Прошили банан. По-моему, видели в нычке игрока. Надо проверять. Не находится Кирбай. Боулс. Вот опять-таки же очень важный минус Боулс. Знает об этой позиции. Самое главное, чтобы не падал Пака. Есть фокус-контроль. 2 в 1. Эйзи нужно открываться. Забирает диффьюзера. Колдзера на прицельном огне смотрит. И... Как Колдзера промахнулся! Как он не додиффузил! Три фрага от Эйзи, друзья. Боулс сделал все в этом раунде для победы. Он файковал раза 3. На мажоре выглядел гораздо интереснее. Ну да. Согласен. Здесь пока еще не видим от него такой выкладки, как на мейджор-эвенте. Скадудл. 1 в 2. Бомба на яме. И он примерно понимает, что оба игрока находились... Скадудл. Вот это прифайр-выпад. На флай последний. Вот это чпок-чпок. И есть информация о том, что он красный. Смена оружия. Но на флай может его перехитрить. Да. Позиционочка сейчас на стороне на флая. Он выйдет и... Ай-яй-яй-яй-яй. Реакция Скадудла просто безупречна. Слишком грамотно играет Скадудл. Все довольно просто. А вот эта неприятность от Куста. Знает мир, что АВП прямо вот здесь перед ним в коннекторе. Ну и должен сейчас разбираться и с одним, и со вторым. Куста вряд ли отсюда уйдет. А вот наводочка. А вот и второй. Очень близок был Куста, чтобы попасть по чоперу. Тот не попрыгивает и один в один. Куста при этом сразу перетягивается моментом на точку Б, куда по тому же маршруту идет и хуже вместе с бомбой. Если бы так в каждом матче попадал Куста, он бы... Он бы играл в Cloud9. Куста потрясающе. Фантастически. Волшебно. Невероятно. Красиво. Да, где... Ну, у них раунд был, получается, за два. Ну, теперь выход на Ника. Спрей выше всяких похвал. Вообще все три пули залетели в голову. Форест идет пикать. Но у него-то тоже, не будем забывать, второго армора нет. Вот вам и пожалуйста. Ну, нет. Нет, нет. Ракен решил просто прийти и подарить свое АВП. Третьей команде героик не нужен. Так, отбойный молоток в лице Свега. Отправляется на агрессивную позицию. Есть первый минус, как жестко сбривает на флая. Еще один, это Элидж. Ну, вот Бракс пока что железно стоит. Ликвиды передумали ставить бомбу. Но Бракс отсюда уже не отпустят. Да, ну и сами на базу Б, в принципе, Ликвид идти уже не хотят. Они понимают то, что там была быстрая стяжка. И пытаются быстро развернуться. Видите, Пола. Позиция за плунтом. Пропускает соперника на сотку. Не видит еще двоих. Теперь точно видит. Ну и ответственный момент. Куста приходит на помощь. Два выстрела, две головы команды. Ликвид слетает с плеч. Стиляга последний. Один в два. Ну, вот только Эйс спасет бразильца в этом раунде. Ну, да. И маневр, в принципе, с перетяжкой на базу Ань не сработал. Но Куста плюстил. Видел зелень. Так, есть вся информация у Стиляги. Забрал первого. Ой-ой-ой. Ой-ой. Это Эйс, друзья. Стиляга не растерялся в этой ситуации. И действительно исправляется за карту Мираж. Пошла граната. Не самая лучшая, но лучше так. Лучше так, чем умирать. Что они делают? Они... А, они не хотят, чтобы их прострелили. Как жестоко. Как это жестоко, друзья. Как бы они этого не хотели, Модис этим не согласен. О, какая грязь просто. Пока обратимся к чату. Как у вас дела, дорогие? Пишите, за какую команду сюда пришли поболеть. Это Герой Клиликвит. Здесь тоже не очень-то понятно. Молота. Они просто не смогли подсадиться и сгорели оба. Крематорий. Такой вот у нас получился. Еще так старался. Прыгал, прыгал. Но вот сейчас-то получится. Ай-ай-ай. Буквально нитро отвечает за основную раскидку. Даже не успел выйти из-за стенки. Так очень долго стоял на этот пиксель. Причем жадничает. Пытается перестрелиться со вторым и третьим. Чувствуя в себе силу. У него это получается. Да боже мой, где вы были раньше? Бразильцы. Пять в ноль. Закрывают пистолетку. Проходит его на этот раз из коннектора. Пытается устроить тир. Клосс. Дистанция на пропрыге. Второго, третий. Рискует быть жертвой. Нож! Стил вот так вот расправляется против Габриэля. Говорит, что как по кику из Люминосити. Но на этом позитивные моменты, наверное, заканчиваются. Для Ликвид. Уже выжатый абсолютно клемон. Мы просто обсуждали с Гармером. Я говорю, последний раз, когда мы так встречались и смотрели СК на мажоре. БО-3 сбилось 6 часов. Очередной нож. Два раунда, два ножа, братан. Давай режу еще. Вот такой вот бразильский мясник у нас здесь. Если бы ты еще приносила раунды, было бы вообще красиво. Денег, говоришь, не будет на следующий раунд. Вы под десант. АВК у Нитро сейчас есть. Вот АВП Нитро. Это как по заказу. 10 секунд. Нужно срочно бежать до планта. Там уже есть игроки, которые в Нитро на одном ХП. И второй минус тоже дает. Пытаются поставить здесь. Действительно. До свидания, СК. Что? Что вы заливаете? СК гейминг. Боже, раунд засады по точку Б. Подарили АВП Нитро. Что творят эти пары? Хедшот на выпаде есть от него. Времени все меньше. Опять-таки 20 секунд. Все. Плетка победы. Ставит просто отличный минус. Подконцовочку. Еще и вайш фраг на болца. 16-11. Это 2-0. И это Ликвид, который сенсационно практически выходит в финал. Прискакали голопом, действительно. Ликвиды. За что им большущий респект. Еще раз на фейлере, ребята. Хотя исправляются на точке Б. Есть первый минус. Твист. Твист уже может напринимать. Есть поджим со спины. Как не попадает. И лишь. Как оно не залетело. Жалко, парни. Да, роковой момент. Правда, бомбу теряют. Твист дает даблкил. Уже подкрался в упор. Тарик. Есть минус. Этот в 2-2. На флай. Тарик забирает второго. Но ХП мало. 1 ХП у Тарика. 31 у Стюви. Ну что, Нитро. Но есть инфа по бомбе. Ну, Нитро скомпрометировал свою позицию. Контакт. Да ладно. С одним ХП. Чудо, Тарик. Это просто какой-то космический игрок. Но все-таки не зря он перешел в Клауд Найн. Так, Тарик с авиком просто рашит сотню. Что творят Клауд Найн? 2 АВП. 2 АВП в атаке. 3 сотня. 2 зелень. Тарик забирает второго. Ну просто разбушевались ребята. И действительно, походу, это овертаймы. Тарик. Он просто купил авик и зарашил с авиком сотню. 1 вообще. Какие тактики, Тарик? Какие паузы? Бери АВП и беги. Первая карта за Ликвид. И на самом-то деле все только начинается в этом финале. Как будто не было вот этого поражения. В верхней части сетки как будто не было тут первая карта финала. Просто у нас считаете, что первая карта Мираж. Обычный финал Best of 2. Best of 3. Best of 3, да. До двух побед, черт возьми. Парни в плане камбэков. Посмотрим на свой какой спрей. А где дэмэдж? Вот он. Вот он, вот он. Тарик во всей красе. Минус 4 от него. Ну, нормально. Главное, чтобы это не было последним выигранным раундом команды Cloud9. Здесь за защиту. Раскатаю тот самый ключевой раунд. Но на флай в такой интересной позиции. Конечно, находится... Ой, подставил голову. Но дает минус. На флай. 1 на 1. На флай берет раунд. На флай вместе с ребятами из Ликвид берут вторую карту подряд и выходят вперед в этой серии со счетом 2-1. Круто. Хорошие раскидки. Ну что, контрагрессия. Смотри-ка. Раша Аутиматик. Дали по фрагу. Но нет. Нитро не попался под эту флешку. Стюви. Это двоих лоу. В линию. И третьего. Вот это вот момент. Хорош. Красавчик. Стюви. Все-таки залезли в капкан. Ну, обычно, знаете, 50 на 50. Даже если есть укрепление. Если хорошая прокидка была бы... Куда угодно мог сместиться Стюви. Бомба стоит довольно стрёмненько. Оп. Нет. Он просто выходит, убивает боком стоящего Нитро. Бомба пищит. На таймер играет Стюви. Ай-яй-яй. Ой-ой, какой красавчик. Вы посмотрите. Он берет 15-й раунд. Это провал от Ликвид, друзья. И переходить на Д-Оверпасс. Стилл не справляется с контактом. Раш выдерживает конкуренцию. Конференцию 16-11. С горем пополам Клауднайн дотащить. Ну, тут разминулся на флай. Да, не знали друг о друге. В итоге Стюви. Быстрый минус. Скадудл уже чекает хелпу машину. Здесь тайминг может... Тайминг какой против него. Ой-ой-ой-ой. Не знает, вообще простил, а тут префлайер. Да. Да, тут Скадудл слил этот, к сожалению, и кузок. Авик еще может выиграть раунд. Ну, я имею в виду, по крайней мере, тиммейта подставил. Все разминулись вообще в этом раунге. Проходил за ящиком, да. Так, а вот что делает Висту против Авика? Разводит. Разводит короткими стрейфами. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй. Один в два, Скадудл. Исправился просто. Красавчик. Молодец. Сейчас я буду казнить. О-о-о-о. Прыжочек был уже лишним. Уже и так вроде бы начекал всю длину раше. Решил еще подпрыгнуть. Его убили. Когда тебя видели уже, да, это было слишком ожидаемо. И вот они, пять чемпионов поинтов для команды Ликвид. Друзья, сейчас они могут вообще сотворить маленькую такую историю. И сквозь флешки, сквозь смоки. Так, Скадудл. Чуть-чуть поздно вышел. И все-таки флешка прошла. Скадудл классно отстрелял. Двиз спину может разменять. Тут уже хватит, да, уже Скадудл убивать соперников. Тут можно и хилпу подрезать. А тут уже и два на два ситуация. Да ладно! Один фраг, и вы чемпионы. Осталось забить Раша. Он не читается в банке, потому что была инфа. Но здесь может и натопать. Два в четыре, Ликвид. Ликвид. Бомба будет установлена. Нитра останется один на один. Все, убегает начало банана. Это снайпер основной команды с ВП в руках. А китов-то и нет у игрока Cloud9. Он попадает. 20 хп у Раша. Все, тут можно уже с пистолетом выходить. 6 хп. Раш. Только хэдшот. Или победа Ликвид. Патроны вообще там остались? 9 пуль. Нитра. Нитра! Выигрывает турнир. Поздравляем команду Ликвид. Они все-таки сделали это. Они прошли через лузера и забрали себе чемпионат. Обыграли классную команду. Всех. Они обыграли СК, обыграли Ликвид. И по нижней сетке выбрались. Фантастика. Ликвид. Субтитры сделал DimaTorzok